ТОС ТОС-Ямской район – это 135 частных домовладений и еще один пятиэтажный дом. Возможно, кто-то не знает, но в этом районе действительно есть одинокая многоэтажка. Не так давно здесь появилась детская площадка благодаря областному конкурсу проектов. Проект называется «Детский остров». Здесь не было ничего, здесь был только грибок и качели. На протяжении 26 лет мы просили, чтобы, конечно, наш двор был здесь благоустроен. Мы не дождались, к сожалению, никакого отклика и решили поучаствовать в областном конкурсе. Подали заявку и выиграли этот конкурс, реализовали проект. Нам, конечно, помогал. Помогал наш депутат, проскоренный Александр Александрович вместе с заводом «АТЭМ». Им большое за это спасибо. Они выделяли технику, здесь все демонтировали. И дальше уже устанавливались элементы площадки. Однако по соседству с детской площадкой недостроено футбольное поле. Было и желание, и обещание. А главное, задача понятна и проста – докатать асфальт и положить покрытие. Остальное все есть. На вот этой зоне, где осталась подложка бетонная, была здесь площадка для очистки ковров. И мы когда демонтировали, нам помогал как раз Александр Александрович с заводом «АТЭМ». Они демонтировали здесь и все турники, и бордюры. Мы договорились с администрацией, то есть я отправляла запрос, что сюда зайдет программа по благоустройству территорий, и мы не будем демонтировать вот эту подложку, а доделаем вот эту вот зону остальную и на нее положим резиновое покрытие. То есть у нас здесь будет резиновое покрытие. И нам вроде, как вы обещали, что зайдет программа благоустройства по благоустройству дворовых территорий в 2020 году, но потом через какое-то время в списке мы не оказались, и вот вопрос подвис. У этого ТОСа есть актив, а это главный движитель. Ранее местные жители смогли своими силами сделать КНС, чем обеспечили себя водой. Теперь задача вот на этом участке создать рекреационную зону. Уже написали проект и собираются побеждать. Ольга, смотрите, у нас задача развивать территорию, и вот этот участок, мне кажется, он очень хорошо подходит под рекреационную зону. И есть проект, и вы хотите его реализовать? Да, все верно. В этом году мы участвуем в областном конкурсе проекта ТОС с проектом «Сиреневый сад». Мы хотим вырастить здесь сиреневый сад, поставить скамеечки, обустроить здесь спортивную зону. У нас есть здесь турнички, как бы шведская стенка, мы хотели бы доделать всю эту концепцию, она будет хорошо вписана. И создать сквер для всех абсолютно жителей нашего района. Также, конечно же, сиреневый, это очень красиво. И я думаю, обязательно к нам приедут и жители других районов. И будет такое место для проведения, собственно, своего досуга. А для этого нужно что-то делать и вот с этим объектом старой, ныне недействующей КНС. Местные предлагают переоборудовать под детские горки. Либо, может быть, можно сделать из нее горку, может быть, какой-то детский городок. Ее как-то переоборудовать, если ее сложно увести, потому что она внутри залита бетоном, она весит очень много. Территориальное общественное самоуправление – хороший низовой инструмент развития округа. Нужна плотная связь с муниципалитетом и, конечно, работа. Проблемы вполне решаемы. Продолжение следует...